Начало вашего вопроса по запасам угля. Порядка 2 млн тонн, сейчас уже, наверное, меньше, потому что пошла сработка, антрацит не подвозится, подвозится угли только газовой группой, антрацит это, условно, половина того, что сжигается в наших теплоэлектростанциях. Во времена Януковича сжигалось зимой 120 тысяч тонн, из них, грубо говоря, половина антрацитов. Сейчас в сутки, в том-то весь вопрос, что в сутки. Поэтому антрацит, условно, было 60, сейчас, я думаю, порядка, ну, сейчас всё снизилось, ну, 40 тысяч тонн нужно сжигать, там, 35-40 тысяч тонн. Поэтому ДТ уже официально отчиталось, что запаса антрацита на её теплоэлектростанциях хватит на 25 суток, начиная с пятницы прошедшей недели. Каждый желающий может взять калькулятор, календарь и посчитать, когда придёт час Ч, когда на преднепровской теплоэлектростанции, в частности, которая питает не только электроэнергией Днепропетровский регион, победивший демократии, но и 25% жителей Днепропетровска элементарным теплом. То есть 25% жителей Днепропетровска получают тепло в батареях вот при Днепровской теплоэлектростанции, которая работает на антраците, которого осталось на 22 дня в настоящее время. Ну, это официальная информация ДТЭК. Поэтому ситуация очень простая. Если поставки угля из России и ДНР не будут разблокированы, то ориентировочно к 20-м числам декабря, даже при относительно умеренных температурных режимах, страна опять станет на грань веерных отключений. И южноафриканский уголь ни по логистике нас не спасет. Мы просто не сможем довести такие объемы. Я уже не говорю об экономике. Этот уголь вдвое дороже, чем добываемый в Украине, и процентов на 20 дороже, чем импортируемый из России. Это официально признали уже представители украинской власти. Вот Украэнерго, исполняющий обязанности директора господин Ковальчук об этом прямо сказал на одном из украинских телеканалов по недельникам. Спасибо, пожалуйста.